С 10 сентября алматинцы будут платить за свет по-новому. Как говорят в Алматы энергосбытие, повышение тарифа на электричество – мера вынужденная. Причина – повышение стоимости услуг поставщиками. В свою очередь, руководство Аллатовжарх компании АСЭ разъяснило журналистам свои завышенные тарифы. По их словам, деньги им нужны на замену устаревшего оборудования. Все электропровода в Алматы уже давно отслужили свой срок, а действующие оголённые высоковольтные провода опасны для жизни. Городу нужны так называемые СИПы – самонесущие изолированные провода. Но пока их доля в общей электросети Алматы составляет всего 14%. Преимущество изомничающего изолированного провода по сравнению с обычным проводом состоит в безопасности его, так как в случае обрыва или падения дерева исключается поражение людей и животных электрическим током. А также снижается возможность хищения электроэнергии путём набросов. По современным стандартам подстанции должны быть непременно автоматизированы, экономичны и аварийно безопасны. Они тоже нуждаются в реконструкции. Новые подстанции работают безупречно. Примером может послужить подстанция «Утрар», которая уже больше года работает бесперебойно. С 2009 по нынешний год, то мы построили, получается, в рамках Азиады, мы построили 4 подстанции. Это подстанция «Ерминсайд» 220 кВ, подстанция «Медео», «Шимбулак» и «Казгу» новая, это класса 110 кВ. Затем нами построены две подстанции в рамках развития и строительства метрополитена в городе Алматы. Это подстанция «Атрар», на которой мы находимся, и подстанция «Алатау». Пока подстанциям не хватает мощности. «Евростандарт» предполагает 220 кВт. В Казахстане эта цифра равна 110. К тому же старые трансформаторы не выдерживают мощности агрегатов. За модернизацию в конечном счете приходится платить потребителям. Сейчас мы будем устанавливать тариф на последующие три года. И в течение трех лет ежегодное повышение тарифа какое-то будет у нас. Но на конечного потребителя не больше 3-4% будет рост. Наша доля. На балансе АО «Алатау-Жерыхкомпания» больше 200 подстанций. На их модернизацию за три года потрачено 46 миллиардов тенге. В этом году потребуется еще 20 миллиардов. Обновление и ремонт обходятся компании дорого. Отсюда и рост тарифов. Анна Артаснабекова, Бауржан Джерембаев, телеканал Алматы. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова